вы смотрите урок по джумал 4 меня зовут федор васильев тема урока двухфакторная аутентификация другими словами это мощная дополнительная защита при входе на сайт и защита это больше в приоритете для администраторов сайта когда администратор заходит на сайт с полными правами на сайте защиту можно вывести дополнительную как при входе с фронтальной части сайта в модуле login форум так и в админскую часть но думаю правильно будет сделать только для входа в админскую часть как работает двухфакторная аутентификация во-первых мы будем соединяться с google сервисом google нам предоставляет такую возможность нам придется установить приложение на наш смартфон устройство или планшет устройства с помощью этого устройства когда мы все настроим и соединимся google будет генерировать уникальный по сути пароль или код который будет актуален действовать всего 30 секунд пока у вас есть это время вы можете войти в админку введя дополнительный пароль от google аутентификации через 30 секунд код будет недействителен и вы войти уже не сможете нужно будет сбрасывать код google будет новый код генерировать на следующие 30 секунд любой другой человек узнав ваш логин и пароль от joomla не сможет зайти в админку сайта не введя еще дополнительный вот этот 30 секундный код который еще нужно сгенерировать то есть это просто маш не мощнейшая защита для сайта но обратная сторона медали этой защиты я вам скажу что это неудобство для вас для администраторов входить вдруг вы не успеете ввести код за 30 секунд придется новый код генерировать и это может вызвать раздражительность в общем здесь уже на вкус и цвет возможно это дело привычки потому что если иные способы защиты админки в любом случае это очень популярный способ защиты и я хочу о нем рассказать в этом видео находясь в админке сайта вы переходите в плагины либо система в блоке управления переходим плагины здесь вам надо отсортировать то есть у вас будет показано вообще вот так вот все плагины в кучу нажимайте на эту кнопку параметры поиска и отсортируем по типу вот название этого типа выбираем и существует в jumel 4 2 плагина аутентификация оба выключены как раз таки вот это вот google мы видим и есть еще аналогичные но другая вообще система двухфакторной аутентификации от юбики мы рассмотрим именно от гугла заходим в плагин нужно будет сделать три шага плюс в одном из этих шагов это как я уже сказал установка приложения бесплатного приложения нас android устройство ну или ios устройство там скорее всего есть для разных платформ здесь мы плагин включаем и область системы выбираем сайт панель управления оба варианта я рекомендую именно в панели управления дополнительное поле здесь будет мешать сбивать с толку людей кто не знает об этом ваши пользователи которые трезутся на вашем сайте как бы это вам не вышло боком вот вывод дополнительного поля здесь когда например люди уже привыкли вводить логин и пароль визит два поля и вдруг появляется еще одно поле конечно же они в это поле не могут ничего не добавлять некие пароль они все равно войдут если мы для них для их них аккаунтов на вашем сайте не настроим эту аутентификацию но все равно это будет сбивать с толку поэтому я рекомендую сделать это только для администраторов сайта поэтому только панель управления выбираем здесь нажимаем сохранить закрыть как только мы с вами это включаем если я сейчас разлогиню с сайта чтобы просто вам показать как это выглядит вот обычный вот логин и пароль а вот секретный код двухфактон аутентификации но он не будет сейчас работать потому что мы не настроили под конкретную учетную запись администратора то есть я могу реально войти с логином и паролем но секретный код могу не заполнять и я все равно войду в админку следующим действием надо нам нужно перейти в пользователи найти себя супер администратора теперь когда мы включили плагин появляется нового здесь колонка над всеми пользователями двухфакторная аутентификации показано что крестиком красным что отключена для всех вот этих пользователей как я уже сказал что включать не надо вам для всех этих пользователей на вам нужно включить только для супер администраторов если вы один администратор на сайте значит только для вас вы включаете переходим в аккаунт значит в мой аккаунт администратора как только вы плагин включили появляется вкладка двухфакторная аутентификация переходим сюда здесь мы включаем и появляется у нас три шага шаг 1 установка приложения и есть ссылка официальное приложение google я кликаю по ссылке из этой документации кликаю на синюю кнопку установить google приложение меня перебрасывает на страницу google play у меня смартфон на android устройстве поэтому я буду устанавливать я просто вам показываю как она выглядит вот логотип этого приложения вот он от google официальное приложение здесь я нажимаю установить у меня есть соединение через компьютер со своим смартфоном я вижу что это моя модель мой телефон и я нажимаю установить данное приложение если у вас такой способ не работает вы открываете просто свой смартфон переходите в google play находите через поиск google приложение вот это google антификация да и устанавливайте обычным способом как любое другое приложение я нажимаю установить появившимся окне подтверждаю действия итак я перехожу в свой смартфон устройство у меня мы видим установлено это приложение я в него перехожу более надежная защита google антификация здесь я ниже вижу кнопку начать нажимаю начать настройте первый аккаунт qr код смотрите у нас вот здесь сейчас смотрим на экране монитора здесь есть qr код первоначальная настройка нам требуется указать у вас есть свой уникальный код скорее все будет ключ доступа поэтому желательно чтобы на вашем смартфоне был установлен приложение которое умеет сканировать qr код у многих android устройств это приложение есть уже как бы на борту если нет можно с google play маркета ну или придется вручную прописать вот этот код который нам нужно ввести вот на смартфон и устройстве я вижу сканировать qr код или видите ключ настройки поэтому чтобы быстрее это все делать и нажимаю сканировать разрешаю навожу сканирую код аккаунта аккаунт добавлен именно мой джума сайт и вот сейчас прошло 30 секунд вот вы видите идет опять отсчет времени шестизначный код вот за это время на компьютере видите шаг 3 видите секретный код и сейчас вот время у меня истечет появится новый код я попробую быстро его ввести должен успеть ввести и так новый код появился сейчас я должен успеть его ввести и нажимаю добавить аккаунт и также на компьютере нажимаю сохранить и так смотрим сейчас на компьютер после сохранения внизу одноразовые аварийные пароли их надо куда-нибудь сохранить в блокнот на флешке держать чтобы никто их не видел на всякий случай здесь все у нас описано зачем это нужно теперь давайте протестируем вообще как происходит дальше вход на сайт по сути приложение на android устройстве на смартфоне который установили вот эта иконочка у нас по клику и гонки раскрывается приложение ничего практически настроек нет как постоянно идет генерация в режиме реальном времени вы видите здесь небольшая иконочка которая показывает отсчет 30 секунд после того как 30 секунд исчезает появляется новый пароль и он вот живет и актуален только в течение 30 секунд вот вы сейчас это видите и когда вам нужно пройти в админку сайта вам нужно будет открывать приложение видеть этот код который в реальном времени сейчас вам показывается и тут же постараться успеть его ввести я думаю вводить его не сложно это только цифры и всего шесть штук мне кажется каждый успеет его ввести и давайте мы с вами попробуем вообще проверить как это работает вот я вижу код 931 376 да даже я могу просто любой код взять просто проверим введем неправильный код получится ли войти смотрите секретный код для двухфакторной модификации является некорректным то есть нас уже не пустили хотя логин и пароль это мой реальный от админа то есть меня админа не пускает давайте ведем правильный код 130 961 и нажму войти все я вошел на сайт данный плагин и вообще google интеграция с google notification с приложением все прекрасно работает соответственно на сайте здесь вы тоже можете вывести в логин форм если это нужно такого рода защиту дальше в пользователях видим что включен плагин если вдруг это вам больше здесь не нужно вы можете просто отключить вот здесь отключить для этого пользователя или вообще отключить плагин если решите больше этот плагин не использовать а 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 было